Китай и Тайвань. Что будет дальше? Исторически сложилось так, что коммунистическая партия Китая больше была настроена на сотрудничество с СССР, а партия Гоменган больше ориентировалась на Соединенные Штаты и на западную идеологию. Захотят ли школьники податься в IT, узнав об изменениях в законодательстве? Китайские боевые самолеты летают над Тайванем. СМИ называют остров Новым Крымом, а власти КНР просят Америку не вмешиваться во внутренние дела Китая. Что стало причиной китайско-тайванского конфликта и отразится ли она на России? Смотрите далее. Министерство обороны Тайваня сообщило о 13 самолетах военно-воздушных сил Китая, замеченных на границе с островом. Причиной стали двухнедельные учения вооруженных сил резерва Тайваня. Конфликт между политическими партиями начался еще во время Второй мировой войны. Исторически сложилось так, что коммунистическая партия Китая больше была настроена на сотрудничество с СССР, а партия Гоминьдан больше ориентировалась на Соединенные Штаты и на западную идеологию. И вот когда завершилась Вторая мировая война, встал вопрос о том, кто должен быть руководящей силой в Китае. В результате вот этого противостояния партия Гоминьдан была вынуждена покинуть территорию континентального Китая и перебраться вместе со своими сторонниками на территорию острова Тайвань. И получилось, что основная часть континентального Китая осталась под руководством коммунистической партии Китая, а Тайвань осталась под руководством движения Гоминьдан. Совместные коммунике обязывают США придерживаться политики одного Китая. По словам властей КНР, Америка нарушает соглашение, поставляя оружие Тайваню. Протесты на Тайване говорят о том, что жители острова не против присоединиться к материковому Китаю и недовольно тесным союзом с Америкой. СМИ даже прозвали остров «вторым Крымом» по аналогии с отношениями между Россией и Украиной. Корректно ли приводить это сравнение и к чьей чаше весов склоняется политика России? Некоторые аналогичные процессы, которые происходят и в Тайване, и в Крымском, в Крыму. Но еще раз говорю, вот такого прямого сравнения я все-таки бы не стал делать. Все-таки есть определенные нюансы, которые нужно учитывать. В ходе Олимпийских игр, проходивших в Пекине, состоялась встреча президента Путина с председателем КНР. И в ходе вот этой встречи российская сторона высказалась однозначно в пользу того, что рассматривает Тайвань в качестве части территории Китайской Народной Республики и, соответственно, будет поддерживать ту политику КНР, которая будет проводиться в этом направлении. За кем останется Южно-Китайское море, торговый стол Азии, пока не ясно. Однако страны за пределами конфликта уже выбрали своего политического фаворита. События продолжают развиваться. Ариадна Кугушева, Карина Бравцева, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошел заключительный этап 17-й Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон» для старшеклассников. Жизнь идет. Времена сменяются событиями разных окрасок. Но есть то, что неизменно всегда заставляет гордиться нашей республикой и искренне радоваться за тех, чье имя навсегда останется в истории. 12 марта исполнилось 90 лет Мирзануру Галимову, ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения РСФСР, народному учителю Татарской ССР. Мирзанур Галимов окончил Елабужский учительский институт ровно 70 лет назад в далеком 1952 году и с тех пор связал свою жизнь со школой. Его студенчество пришлось не тяжелые послевоенные годы, когда промышленность и народное хозяйство страны были в упадке. Однако упорный труд и большое стремление к знаниям помогали юноше стойко переносить все тягости жизни вдали от родного дома. Я очень старательно учился. Наверное, я раньше ночи первого часа не спал. Все знали, что я хорошо учусь, стараюсь. Мы 14 человек жили, студентов в одной комнате. Очень бедное время. По талону хлеб купили в магазине напротив института был магазин. Если опаздываешь, кончается и все, останешься голодным. Поэтому один человек из этой комнаты, значит, из 14 или два, выходим в три часа ночи очередь занимать напротив магазина. Занимаем. И после, как начинается работать магазин, все выходят за мной, значит, все 14 человек хлеб получают. Окончив Елабужский институт в возрасте 20 лет, Мирзанур Галимов вернулся в Муслюмовский район, где и начал работать учителем физики и математики в родной Митриевской школе. А спустя 10 лет стал ее директором. За свой долгий путь в профессии, составившей более 40 лет, Мирзанур Миргалимович воспитал сотни учеников. Некоторым из них даже довелось пойти по стопам своего учителя и поступить в педагогические вузы. Надо учиться желанием. Надо быть самостоятельным. Уметь держать среди студентов себе. Елабужский институт Казанского федерального университета поздравляет Мирзанура Галимова с 90-летия. Желает здоровья и долголетия, а также выражает глубокую признательность юбиляру за большой вклад в воспитание подрастающих поколений. Карина Саяхова, Универньюс. Правительство России утвердило новые преференции, которые направлены на ускоренное развитие IT-сферы. Какие преимущества теперь есть у деятелей информационного и технического прогресса, узнаете в следующем сюжете. В последние годы стал заметен спад количества специалистов сферы IT. Причина этому – многократный выезд квалифицированных работников за границу. В связи с этим президент России подписал указ о новых преференциях, направленных на поддержку и развитие IT-сфер. Льготы должны помочь справиться с кризисом, возникшим в результате геополитической ситуации. Это повлияет не на IT-специалистов, а на IT-компании. Вот IT-компания, она может быть таким островком, скажем, льгот, назовем это так, для молодых специалистов, где, например, повторюсь, что работая в IT-сфере, можно, условно, кто хочет, если кому-то надо, получить отсрочку от армии. До этого этой преференцией обладали вузы и несколько других организаций. В указе были обещаны гранты для IT-компаний, повышение зарплат их работникам, а также нулевой налог на прибыль. Стоит ли ожидать, что новейшие разработки выйдут на более высокий уровень и поднимется количество российских IT-специалистов, учитывая также, что среди льгот есть право на отсрочку к призыву на воинскую службу до достижения 27 лет? Если это будет мотивация студента выбрать IT только потому, что это какие-то льготы, ну, как бы надо все-таки этому будущему студенту подумать, что ему еще нравится в IT, кроме того, что там какие-то льготы будут. Теперь IT-сфера становится лакомым кусочком для молодежи, но как же определиться с выбором профессии и понять, какая из них самая актуальная на данный момент? Ведь список вакансий на должность в IT-компании с каждым днем становится все больше. В этом году в плане приема мы открыли три программы на бакалавриате вместо одной. Одна программа бакалавриата, это самая первая наша основная, это обучение на кампусе. Вторая программа, это программа исключительно в онлайн-формате. Полгода они будут как-то учиться синхронно, но потом это будет все больше и больше онлайн-курсов наших партнеров, компаний-партнеров, которые занимаются онлайн-образованием, промышленных партнеров. И тем самым студенты наши, они получают вот такой опыт онлайн-обучения и онлайн-практики, чтобы потом быть таким специалистом, который готов работать в командах, когда офис осредоточен. Указ уже вступил в силу и будет действовать в течение неопределенного количества времени. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!